Приветствую тебя на канале Blondie Chain. Сегодня на вас ждет обзор нового Move to Earn проекта. Но, небольшой спойлер, этот проект шагнул дальше, чем привычные приложения из этой ниши. В чем его уникальность, чем он отличается от конкурентов и самое главное, как тут можно заработать. Обо всем этом в новом видео. Обязательно ставь лайк, проверяй, стоит ли колокольчик по классике, а самое главное, подписаны ли вы на канал. Если нет, жмем на кнопку подписаться и погнали к обзору. Начнем с того, что Move to Earn хайпует сейчас, но есть приложения, которые можно отнести к этой нише, но начали они разрабатываться еще за 2 года до этого. Именно таким и является проект The Run. Это необычное приложение, поскольку оно находится на стыке реального мира и мира крипты. И все бы ничего, если бы это было просто приложение по типу известных конкурентов. Но команда создателей пошла дальше и расширила его возможности и саму идею, конкурентов которой нет. А также поместила в центр всего человека. А именно создала игровую платформу с элементами социальной сети для активных людей. Это могут быть любые активности по типу велосипед, ролики, мотоциклы, машины и даже лошади. Что уж говорить о обычной ходьбе. Вам сейчас может показаться, что бы я ни говорила. Проект сильно отличается от своих коллег по нише. Но так оно и есть. Вот как вы, к примеру, заходили в другой проект, который вам был неинтересен. Наверняка это были пресейлы NFT, которые когда-то там, когда создадут приложение, дадут вам доступ к тесту очень простенького приложения. И первая степенная задача которых – собрать деньги на реализацию заявленных идей. В свою очередь создатели данного проекта The Run решили пойти другим путем. Сначала создать продукт, который вы уже сейчас можете установить на свой телефон и протестить. То есть не нужно думать, получится, не получится, соберут ли инвестиции, не соберут, создадут ли приложение или нет. Поэтому вопрос фондов, команды, дорожные карты устаканен и мы можем смотреть на проект, как на уже действующий. Как заявляют в команде, идей хватает еще на 2 года разработки. Поэтому та версия, которую вы видите сейчас, можно назвать готовым продуктом. Поэтому для того, чтобы испытать приложение на себе, скачиваем его и разбираемся с механикой. Для этого несколько раз нужно проехаться по трекам с друзьями, чтобы понять суть соревнований и получить первый опыт. Потом вы поймете, что как только возможность соревноваться будет по всему миру, это сильно изменит Move to Earn. Команда делает акцент на людях, которым интересны экстремальные, громко говоря, виды провождения времени. Если, конечно, ролики и скутер можно так назвать. Но именно для таких людей в планах у проекта создать крупнейшую и, наверное, единственную социальную сеть для любителей активного образа жизни. Базой станет использование геолокации плюс активностей в соревновательном жанре. Именно на это делается ставка, что создав комьюнити и дав им крутой продукт, можно удовлетворить их запрос в экстриме, заработке, а также комьюнити. То есть общение с единомышленниками. Давайте разберемся с механикой. Вы можете создать маршрут, то есть трек, в любой точке мира, просто расставив чекпоинты. Этот трек увидят другие пользователи. У каждого чекпоинта есть своя зона действия, которая формируется вокруг нее. И задача пользователей – пройти эти точки в кратчайшее время, используя любой маршрут. Для этого нет условий. Пользователи могут делать это днем и ночью, в любую погоду и любым возможным путем. Но если вы думаете, что можно схитрить, арендовав вертолет, либо же прибавив газку на машине, то, увы, не получится. Скорость передвижения ограничена. Превысив ее, прохождение остановится. Таким образом, проект делает акцент на эмоции, на сообразительность участников и честную игру, как говорят в Fair Play, и максимально топит против нарушения правил дорожного движения, что очень важно. Интересно, когда маршрут заставляет участников соревнований изменить несколько видов транспорта и путей передвижения. К примеру, с метро на велосипед и так далее. Или, как второй вариант, конечная цель чекпоинта предусматривает бег ногами. Сценарии ограничены только вашей фантазией. Согласитесь, куда интереснее, чем просто наматывать круги на стадионе или бессмысленная езда на велосипеде по парку или городским улицам. Давайте теперь перейдем в само приложение. Поскольку оно уже есть, думаю, что будет актуально показать его в этом видео. Сейчас мы находимся на экране с карточками треков. Здесь есть фильтр, где вы можете найти ближайшие треки, популярные, а также другие. Отсюда мы можем перейти в портфель трека и там ознакомиться с создателем трека, длиной, участниками, которые его уже прошли, рейтинг трека, среднее время, скорость и прочее. Для того, чтобы начать прохождение трека, нужно нажать на кнопку Go. Затем откроется экран с картой, где вы увидите чекпоинты. Жмем кнопочку Start. Но активной кнопка станет, когда вы будете в менее чем 300 метров от старта. Также на экране указывается количество чекпоинтов, которые осталось пройти, расстояние до следующей точки и до финиша, ограничение скорости и так далее. Дабы это видео не затянулось на несколько часов, просто установите приложение и протестируйте сами. Окей, но может быть вы задите вопрос, а к чему тут криптотаня? Отвечаю, здесь, как и в других проектах, будет свой токен Run, который будет иметь утилиты. Давайте разбираться. Сейчас в приложении есть два типа треков. Первый тип – это простые треки, у которых срок действия не ограничен и по которым могут кататься бесплатно кто угодно и когда угодно. Второе – это трекер турниры, у которых срок жизни ограничивается создателем самого турнира. Это может быть как один час, так и 10 дней. При этом вы можете создавать приватные турниры по ссылкам, либо же публичные. Поэтому на публичных треках могут кататься все, кто хочет и кто даже не имеет отношения к крипте. А еще можно создавать режимы PvP битв или батлы, где вы можете бросить вызов другому участнику. А для того, чтобы было интереснее, оба скидываются на призовой фонд, конечно же, в токенах Run. Суть – битвы. Каждому пользователю дается две попытки в рамках этой битвы на проезд по данному треку. Кто быстрее проехал, тот и победитель, и, соответственно, забирает призовой фонд. А вот как работают треки турниры. За каждый проезд пользователи будут платить взнос Run токенами, которые будут попадать в призовой фонд этого турнира. Когда срок жизни турнира закончится, призовой фонд будет распределяться среди победителей. Победителей может быть один человек, три, либо же пять, как изначально укажет юзер-создатель турнира. Самое интересное, когда в турнире будут тысячи участников. Представьте, какой будет призовой фонд. То есть, может быть так, что проезд стоит всего 10 токенов, но по треку проехались несколько сотен человек по 2-3 раза. И тогда приз накопился в 5000 токенов. Вот это соотношение стоимости к потенциальному выигрышу. А теперь внимание. Помните, что я говорила, что куда ни копни, приложения отличаются от конкурентов. Ловите открытую информацию от команды проекта, которая, в первую очередь, всех же интересует. Как же зарабатывать на этом проект? И не пирамида ли это? Доход приложения будет складываться по большей части из комиссий, а не за счет притока новых пользователей. Таким образом, структура пирамиды, которая сейчас присутствует во всех Move to Earn проектах, исключена. По факту, The Run – это как онлайн-игра с возможностью внутриигровых покупок. Команда работает над разными активностями, чтобы вам никогда не было скучно и всегда было что пробовать нового. К примеру, в приложении будут созданы различные игры на базе основной механики. Сейчас создатели Раны готовят игру The Racer, в которой во время прохождения трека пользователям нужно будет собирать различные элементы видеокарточек. Шлемы, куртки, ремни, либо же перчатки. Потом это все можно будет собрать в уникальный образ гонщика в виде NFT. Что ж, ждем от команды новости. А пока можно просто посоревноваться с друзьями на треках. Ну а мы вернемся в приложение. У каждого пользователя есть свой профиль, где вы можете увидеть свою статистику и посмотреть награды. Также в приложении есть Experience Points, которые получают юзеры за езду по трекам. A-Points – Activity Points и S-Points – Social Points. A-Points даются за езду по любым трекам, вашим, а также чужим. S-Points – за езду по чужим трекам и участие в битвах. Количество A-Points зависит от времени, которое вы провели в прохождении конкретного трека. S-Points начисляются раз в две недели за взаимодействие с конкретным пользователем. Либо за езду по его трекам, либо за участие в битве с ним. S-Points очень ценны, и данный двухнедельный фильтр нацелен на исключение возможности накрутки данных поинтов. Если вы катаетесь только по своим трекам, вы S-Points, к сожалению, не получите. В приложении также формируется рейтинг юзеров – такой зал славы, который можно построить хоть по городу или стране, хоть по всему миру. Как я уже упоминала, сейчас приложение доступно для скачивания, и это бета-версия. И, как вы понимаете, самые активные бета-теста участники будут получать вознаграждение в виде токенов проекта. Для этого запущены челленджи, где еженедельно отбираются пользователи, которые были самыми активными, и именно им достанутся токены. Чем больше вы активничаете и продвигаете приложение среди друзей, тем больше вы получите приз. Так вот, это как раз, ребят, супер-возможность для тех, кто хочет заработать без инвестиций в крипту. Вам просто достаточно проявлять активность, продвигать приложение среди друзей, а также строить новые треки. В приложении есть лента с сообщениями, где вы можете наблюдать за конкретным треком, либо же пользователем, кто и где занимает призовые места, где катается и прочую информацию. Кстати, на трек конкретного пользователя на конкретное событие можно подписаться. В ближайшее время команда обещает предоставить гараж пользователя, где люди смогут выкладывать фото своих любимых транспортных средств, и возможность объединяться в команды, чтобы потом соревноваться в режиме команды против команды. В настоящее время в приложении можно зарегистрироваться с помощью кода активации, либо же invite кода. Коды активации публикуются на отдельной странице сайта The Run, и количество в день, конечно же, ограничено. Также данный invite код может создать любой зарегистрированный пользователь в настройках своего профиля. Один код активации предназначен для регистрации одного друга. И давайте поговорим сейчас о важной информации именно для вас. Сейчас во время бета-теста вы можете получить следующие бонусы в виде ран-токенов. Первый бонус приходит за регистрацию. Он будет начислен вам после того, как вы покатаетесь по трекам и соберете минимум 100 A-поинтов. Второй бонус – за приглашенного друга. Он также будет начислен вам и другу, если друг после применения вашего инвайта проедет по трекам и соберет минимум 100 A-поинтов. И не забудьте, что при этом у вас тоже на счету должны быть 100 A-поинтов. SN бонусы, что означает Social Network бонус, будут начисляться при получении S-поинтов. Как заявляет команда, для них очень важно, чтобы люди постоянно взаимодействовали друг с другом на треках или в битвах и турнирах, а не просто катались только по своим трекам. Ну что, давайте подводить итоги. Во-первых, согласитесь, это новый подход к созданию и развитию Move to Earn проектов. Во-вторых, у нас уже есть возможность тестировать приложение, что сильно влияет на восприятие проекта и команды. В-третьих, это, как по мне, новый уровень эволюции Move to Earn, а именно зачатки Complete to Earn. К тому же, токен не перекрывает юзабилити и саму идею, а значит, люди, которым действительно кайф быть в тусовке, таких как они, и заниматься новыми развлечениями, будут его использовать и расширять количество пользователей. На этом буду заканчивать данный обзор. Нужно, как и вам, протестить. Если зайдет, сниму подробнее про токен, дорожную карту, паблик сейл или IDO, а также токономику. Пишите в комментариях, продолжает ли обзор именно данного проекта. Обязательно ставим лайки и также можете написать мнение о проекте в комментариях. До встречи в новых видео, ваши блонди.